привет друзья на канале Даниила и Ларисы уже несколько раз подписчики меня спрашивают по поводу вот этой печки в этой печке ну собственно говоря это модифицированная печка и собрал с мусорки практически в этой печке мы готовим варенокопченые колбасы подготавливаем их жареные колбасы и вареные колбасы ну собственно говоря история этой печки началась с того что пробовали мы делать варенокопченые колбасы жареные колбасы в духовке и столкнулись с тем что очень большой перепад температур допустим выставляешь духовку на 60 градусов она набирает температуру до 65 потом опускается до 55 потом опять нагревается и температура вот таким вот образом скачет я решил сделать печку своими руками собственно говоря для этого я приобрел вот эту вот штуку изначально выглядела ну была такая достаточно ржавая фигня здесь переключалкой и с кнопкой вкл выкл собственно говоря приобрел ее за 150 гривен но лекси у какой-то бабульки ну такое дело так самое главное что при покупке я проверил чтобы тены здесь два тена нижний тен и верхний тен были рабочие то есть прозвонил их взял формулу сопротивления тена относительно мощности и понял что каждый из тенов верхний и нижний имеет мощность 750 ватт после этого я заказал некоторую электронику сейчас более детально об этом расскажу и так первое что я заказала это вот такой вот автоматический терморегулятор очень удобная штука значит удобная чем во первых можно выставлять температуру которую нам нужно достичь то есть выставили температуру нажали кнопочку с и пошел нагрев второе второе плюс этой штуки но тут на самом деле очень много функций из того что мне очень полезно в этой штуке здесь можно вы выставлять гистерис то есть допустим если гистерис один градус я выставил температуру 80 значит печка может дойти до 80 с половиной выключиться опуститься до 79 с половиной включиться то есть по полградуса в каждую сторону этот гистерис можно сделать и полградуса но тогда она будет практически бесконечно включаться и выключаться следующее что я заказал это вот такой вот цифровой вольтметр и 2 киловаттный регулятор напряжения весь он выдерживает нагрузку до 2 киловатт мне как бы это достаточно потому что тены у меня как я говорил уже полтора киловатта сейчас расскажу для чего это нужно когда мы выставляем температуру допустим и выставили 80 градусов печка нагревается до 80 когда она нагрелась до 80 вот это вот термореле отключая сейчас покажу как я датчик внедрил это термореле отключает нагрев но так как сами тены еще горячие то она продолжает нагреваться у нее есть инерция так вот чтобы свести на минимум эту инерцию когда температура допустим не надо в печке к примеру 60 градусов я выставляю на вот этом приборе 60 градусов после этого ставлю здесь но максимальное напряжение тены работают когда у меня подходит к 50 градусам температура я уменьшаю напряжение уменьшаю примерно но вот до 70 до 75 вольт таким образом тены нагреваются значительно медленней температура естественно тоже до 60 заданных градусов доходит медленней но когда тены отключается инерция печки значительно ниже то есть температура подымается потом максимум на 1 градус а если нагревать на 220 она у вас подымется на 10 градусов что я сделал внутри печки то есть снаружи и просто почистил покрасил краской из баллончика вот такую вот двухцветную сделал хотя можно было бы поизвращаться сделать какую-то серебристую красивую в современном стиле но мне было не особо интересно она была серая и покрасил в белый а дверка как и была черная так и осталось черная вот в этом углу печки в правом верхнем углу просто на обычной гаечке закреплен температурный датчик в левом углу постоянная подсветка обычная галогенка на 220 вольт ничем не заморачивался просто постоянная подсветка посередине в вырезал вот такое вот квадратное отверстие и поставил туда вентилятор значит этот вентилятор вот так вот включается клавишей и он создает конвекцию конвекция нам нужно для процесса об сушки когда мы делаем об сушку колбасы нам именно надо чтобы ее обдувала воздухом вот такой вот маленького компьютерного кулера вполне хватает как происходит сам процесс собственно говоря мы рассказываем всегда в этом об этом наших видео видите здесь есть протвенечек и решеточка на решеточке лежит наши колбаски или сардельки или колбаса которую мы готовим делаем варенокопченую допустим здесь варим до того как поместить в коптильню противень нужен над для того чтобы наливать в него воду чтобы вот происходил именно процесс варенокопченый варенья копчения скажем так но также в этой печке мы делаем вареные колбасы такие как докторская любительская мартаделла ну и многие другие сардельки варенокопченые такие как московская краковская вот недавно мы делали драгобыльскую колбасу в общем ничего я здесь не модернизировал за исключением во внутрь печки датчик температуры вентилятор для конвекции и лампочку для того чтобы было видно что происходит также протвенечек протвенечек здесь был но он был ужасный я просто в интернете подобрал по размерам ну нужного размера нашел протвенечек это не проблема и как бы внедрил его в эту печку естественно на всю эту электронику ссылки смотрите по электронике отдельные как бы разговор то есть все это можно купить достаточно дешево на алиэкспрессе я все это заказывал с алиэкспресса и ссылки на те магазины там где я заказывал температурное реле регулятор напряжения сам вольтметр и еще здесь использовал для питания кулера понижающий трансформатор на 12 вольт ссылки на все эти товары на алиэкспресс я оставлю в описании видео но совершенно спокойно по крайней мере я точно знаю в украине все эти товары сейчас можно купить практически по такой же цене как на алиэкспрессе сзади печки я поставил выключатель причем я поставил выключатель в начале на одно положение который у меня включал только внутренний ну внутренний этот кулер который дает эффект конвекции но после первого испытания печки произошел один нюанс о котором я сейчас расскажу значит когда мы наливаем на противень воду и у нас происходит процесс варки колбасы это приводит к очень сильному выделению влаги вот и первый эффект который вы получили когда варили колбасу то есть варится она естественно без конвекции эта вода нагревается испаряется проваривает колбасу и естественно она вся оседает на внутренних поверхностях печки как бы первое что у меня произошло это просто с печки начала капать вода ну ничего страшного но я не подумал о самом страшном это вода конденсируется на регуляторе напряжения на термореле и вся конструкция начала коротить в общем я не мог понять что делать как же избавить ну избавиться от этого конденсата потом мне пришла в голову идея я поставил второй кулер и он у меня работает как вытяжка из корпуса печки то есть в самой печки варится колбаса а тот пар который проникает через стенки печки он вот этой вот вытяжкой выдувается и таким образом на стенках печки не образуется конденсат а конденсата там поверьте очень много и не портит электрическую хотел добавить значит для приготовления колбасы мы используем вот такой вот кулинарный термометр как бы суть этого термометра в том что здесь есть вот такой вот щуп и он на тросике значит когда вы готовите вареную колбасу или принципе ну когда вы готовите любые колбасы вам на контролировать не только температуру окружающей среды то есть температуру воздуха в печке но и температуру внутри батона колбасы на этом термометре очень просто выставляется температура то есть здесь есть режим программирование зажимаем эту кнопочку и программируем нужную температуру после этого есть еще режим alert то есть режим оповещения грубо говоря нам надо достигнуть внутри батона колбасы температуры 70 градусов и когда достигает этой температуры прибор начинает пищать есть такие же этот прибор стоит порядка 7 8 долларов ссылку на магазин где его покупал я тоже оставлю в описании видео такие же приборы есть более дорогие более классные которые там где щуп ну как бы щуп с датчиком не соединен проводом то есть они на радиосигнале работает и вы можете датчик поставить где-то в определенном месте ощупь втыкать в колбасу есть также очень интересный прибор с двумя щупами и с двумя показателями допустим там где можно один щуп мерить воздух в духовке 2 щуп мерить температуру внутри батона колбасы ну вот собственно говоря друзья это все что я хотел рассказать про свою модернизированную печку общий бюджет ее изготовления то есть она мне обошлась где-то в 35 долларов в общем и целом но я считаю что это очень очень гуманно потому что вот печки допустим духовка с точной регулировкой такая достаточно дорогая будет на самом деле ничего сложного очень просто я переделал на этом друзья я буду обзор этой печки заканчивать надеюсь что видео было для вас полезным если у вас есть какие-то вопросы оставляйте их пожалуйста в комментариях я обязательно отвечу на все ну собственно говоря на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока